Всем привет! Наконец-то ко мне приехал новый Zhiyun Vibil S. Это, как вы понимаете, обновление самого компактного и легкого стабилизатора для зеркальных и беззеркальных камер Vibil Lab, который вышел в начале этого года и наделал достаточно много шумов среди видеографов. У него были свои достоинства и недостатки, кто-то его хвалил, кто-то ругал, но как бы то ни было, на момент выхода это действительно был самый маленький и легкий стабилизатор для камеры. Vibil S своего рода работает над ошибками. В сравнении с предшественником он стал немного меньше, немного легче, но при этом моторы у него стали мощнее и вроде как обзавелись более совершенным алгоритмом управления. Как уверяет производитель, у них на 300% выше крутящий момент и из-за этого отзывчивость стабилизатора в целом выросла на 50%. Теперь он может работать с тяжелыми камерами вроде 5D Mark IV, на которые можно также будет навесить тяжелую оптику и все это дело будет нормально балансироваться и снимать. Разумеется, мне стало интересно протестировать новинку, поэтому в этом видео мы попробуем разобраться, на что реально способен обновленный Vibil S. Итак, помимо размеров, стабилизатор позаимствовал у предшественника конструктив и форм-фактор. Основная фишка здесь в том, что можно снимать как в вертикальном, так и в горизонтальном положении, меняя хват. Альтернативный хват может быть удобен в некоторых ситуациях, к примеру, если вы снимаете с нижних ракурсов. Чтобы хват поменять, просто выкручиваете треногу из рукоятки и устанавливаете в другой специально предназначенный для этого разъем. У меня самая простая комплектация стабилизатора, поэтому в ней нет быстросъемных креплений и нужно постоянно выкручивать и закручивать ручку. В более дорогих комплектациях есть быстросъемный крепеж, он позволяет переставлять ручку буквально одним движением. В принципе, такую штуку можно приобрести отдельно и, в общем-то, я всем рекомендую это сделать. Как я уже говорил, у меня стандартная комплектация стабилизатора, в нее входит тренога, двойная площадка для крепления камеры, дополнительная маленькая площадка под камеру, которая пригодится, если вы используете большие объективы, комплект крепежных болтов, USB-кабель для подключения камер к стабилизатору и аккумуляторы с зарядным устройством. Видимо, в компании Zhiyun решили, что для такого небольшого устройства полноценный кейс будет лишним, поскольку стабилизатор маленький, и его проще просто кинуть в рюкзак или сумку, поэтому в комплекте у нас вместо кейса две вот такие пенопластовые формы. Установить и отбалансировать камеру достаточно просто. Устанавливаете камеру на площадку и балансируете. Площадка передвигается во всех четырех направлениях, а фиксаторами положения здесь служат специальные рычажки. Фишка вебилы — это блокираторы. Они присутствуют на каждой оси и, по сути, вы можете передвинуть рычажок и заблокировать любую ось. Эта опция, во-первых, очень помогает при балансировке стабилизатора, но, во-вторых, в таком заблокированном состоянии его гораздо проще транспортировать. Просто взял, кинул в рюкзак и забыл. Можно даже треном не откручивать — все прекрасно помещается в обычную сумку. Это определенно плюс относительно больших моделей стабилизаторов. Они обычно комплектуются кейсами, но, чтобы ими воспользоваться, нужно сначала привести стабилизатор в дефолтное состояние. То есть сбрасываете все настройки балансировки, потом убираете все это дело в кейс, приезжаете на место, опять все собираете, настраиваете заново, и только после этого стабилизатором можно начинать пользоваться. Здесь такой проблемы не будет. Один раз отбалансировали, сняли верхнюю часть площадки вместе с камерой, и можно убирать всю эту конструкцию в сумку. Приезжаете на место, ставите камеру обратно, и все, девайс готов к съемке. Элементы управления со времен Vibelab здесь никоим образом не поменялись. Есть стик для управления камерой и специальное колесико, с помощью которого можно перемещаться по пунктам меню. Остальные кнопки ориентированы на переключение режимов съемки и управления камерой. Что касается режимов. После того, как вы включили стабилизатор, по умолчанию активируется режим следования по горизонтальной оси. Он помечен буквами PF. Переведя рычажок в положение L, можно заблокировать камеру в текущем положении и, соответственно, включить режим LOCK. Также есть две отдельные кнопки для включения режима Point of View и спортивного режима GO. Первый позволяет заваливать горизонт или вообще переворачивать камеру, а второй предназначен для съемки динамичных сюжетов или каких-то спортивных мероприятий. На лицевой части стабилизатора есть кнопка в виде небольшого курка. Двукратное нажатие на нее возвращает камеру в исходное положение, а трехкратное нажатие активирует режим селфи. Кстати, все операции с режимами и настройкой можно также производить в мобильном приложении Z-Play. Оно достаточно простое и удобное, и если ваша камера находится в списке поддерживаемых, можно еще и видеосъемкой из него управлять. В приложении появилась новая функция SyncMotion. Когда вы ее активируете, смартфон превращается в контроллер и стабилизатор начинает повторять за ним все движения. Штука на самом деле достаточно занятная. Время автономной работы заявлено 14 часов. В реальности этот показатель немного меньше, но в любом случае заряда хватает на полный съемочный день. По опыту могу сказать, что часов в 10 и 12 стабилизатор может протянуть без подзарядки. Честно говоря, я не ожидал здесь какой-то сверхъестественной автономности, потому как Vibil S питается от двух аккумуляторов, так же как и предшественник. Но, что самое удивительное, работает он от них определенно дольше. Ну а теперь о главном, о стабилизации. На мой взгляд, обновленные моторы сделали свое дело, и относительно Vibil Lab картинка стала ощутимо плавнее. В большинстве сценариев стабилизатор хорошо справляется с своей функцией, я не ощутил каких-то нежелательных дерганий и рывков, которые могут возникать из-за сырости программного обеспечения. Все работало четко и плавно. В общем, в этом отношении Vibil S произвел на меня положительное впечатление. Итак, пора подвести небольшой итог. Стабилизатор мне понравился, в первую очередь из-за своих размеров и эргономики. У него достаточно простое меню, режимы, которые используются наиболее часто вынесены на отдельные кнопки. Он компактный, помещается в самую обычную сумку или рюкзак, и в целом работа с ним удобна. Стабилизирует картинку Vibil S довольно неплохо. Это шаг вперед по сравнению с Vibil Lab. Видео записывается плавно, никаких рывков или неожиданных дерганий здесь нет. Что касается грузоподъемности, я устанавливал на стабилизатор Panasonic G80 и объектив Sigma 16 мм 1.4. Достаточно тяжелый объектив, но никаких проблем не было, с такой связкой работало все достаточно хорошо. На этом все, вы смотрели канал Geekinside.ru, увидимся в следующих видео и всем пока!